Всем привет дорогие друзья, вы на канале Тренд Кино, сегодня вам предстоит увидеть сериал под названием, Свет в твоем окне. Жизнь часто бывает жестокой и несправедливой, и порой единственный способ обрести счастье, научиться преодолевать трудности. Пройти этот путь в одиночку непросто. Алена, скромный библиотекарь, всю жизнь она страдает от того, что не умеет говорить нет. Она помогает людям, а они пользуются ее безотказностью. Однажды ее муж Дмитрий бросает ее, и к тому же уговаривает уйти из собственной квартиры, чтобы он мог привезти туда свою беременную любовницу Свету. Алена оказывается на улице, без денег. И ей приходится согласиться на необычное предложение, бесплатное проживание в обмен на помощь по хозяйству. Жилплощадь ей придется делить со странным соседом. Бывший подводник Иван добровольно заточил себя в четырех стенах и уже много лет не покидает свою комнату. Сериал Свет в твоем окне содержание четвертой серии. Степану удалось провести бандитов, которые были у него на хвосте. Он, пройдя через проходной подъезд, уехал на другой машине. Проснувшаяся утром Варя обнаружила, что дверь из комнаты уже не заперта. Она взяла рюкзак и вышла из комнаты, но наткнулась на Степана Валерьевича. Но оказалось, что Степан зашел в квартиру Света Матамары. Степан забрал Варю с собой. Алене приходит смс от Варис просьбой о помощи. Алена едет к Тамаре спасать Варю, а Дмитрий просит друзей денег в долг, а в другой комнате Света уже с кем-то флиртует. Муж Тамары через домофон сказал Алене, что Варю забрал капитан Степан Олейников. Степан отвез девочку на пустующую квартиру, сказав, что здесь ей будет безопаснее всего, он уехал. Алена пришла в полицию к Сергею. Она рассказала ему, что девочка у Степана Олейникова. Алена просит адрес отчима Вари. Алена позвонила отчиму, который очень волнуется за Варю. Они договорились встретиться. А Дмитрий ссорится со Светой, он пытался узнать, кто у нее есть еще, кроме него. Света не сказала пароль от телефона и он его разбил. Алена приехала к отчиму девочке, но он незадолго до этого куда-то ушел, об этом сказала его соседка. Варя пытается открыть окно. Иван клеит кораблик, но внезапно ломает его. Он переживает за Алену и одновременно борется со своей фобией, ведь он может чем-то ей помочь. Варя наконец-то открыла окно и просит дворников о помощи, со второго этажа самой ей не выбраться. В это время в комнату заходит Степан и просит ее не делать глупостей. Алена возвращается домой, но ее хватают бандиты и заводят в квартиру. Иван в это время лежит на полу с наушниками в ушах. А главный бандит с пистолетом в руке сидит напротив Алены. Степан попросил Варю успокоиться, принес ей покушать. А Дмитрий просит Свету не уходить, но она непреклонна. Света обманула Дмитрия и на самом деле не беременна. А бандиты, хотя узнать у Алены, где находится Олег, они думают, что Алена с Олегом любовники. В это время бандиту звонит Олег и говорит, что девочка у него, но где они находятся Олег не скажет. Они договорились встретиться на старом трамвайном депо через час. Бандиты решают, что делать с Аленой, которая в ужасе кидает чашку в дверь. Звук слышит Иван и снимает наушники. Но бандиты решили взять Алену с собой на встречу с Олегом. Вторая попытка Варис бежать снова заканчивается провалом, внизу под пожарной лестницей ее ждал Олег. Он привез девочку в депо, усадил в трамвай и установил скрытую камеру на поручни. А себе под свитер прикрепил микрофон. Иван взял кортик, и ему наконец-то удается преодолеть свою фобию, он едет в депо. Бандит разговаривает с Олегом, они хотят забрать Варю. У обоих в руках пистолеты, бандит хочет отдать товар в обмен на девочку. Тем временем Иван увидел Алену, которую второй бандит куда-то ведет под дулом пистолета. Теперь с одной стороны два бандита и Алена, а с другой стороны Олег и Варя. Бандит угрожает убить Алену, а в это время с кортиком в руке к месту событий приближается Иван. Бандит говорит, что у Олега не хватит духа убить человека, оказывается, что на складине Олег убил человека. Бандиты сделали так, чтобы он считал себя убийцей. Чем закончится сериал «Свет в твоем окне». Иван уже приготовил кортик к бою, как внезапно его уложили на землю. Иван мог только слышать звуки выстрелов и крики «Работает ОМОН». После завершения операции Алена с Варей прошла мимо Ивана, но она его не знала в лицо. Варя же рассказала Алене, что отчим ее не обижал, она сама думает, что ее отдадут в детский дом. Варя встретилась с отчимом, который сказал, что очень любил ее маму и любит ее, ведь она ее продолжение. Олега с успешной операцией поздравил полковник, а он в свою очередь поблагодарил Варю. Это происходило в присутствии отчима девочки, который возмутился из-за того, что Варю использовали как наживку. Он ударил Олега в лицо, а когда его скрутили полицейские, Варя начала кричать «Отпустите папу». Олег извинился, а Варя обнялась с отчимом. Алена пришла домой, но Ивана там нет, дозвониться к нему она тоже не может. Ведь Иван сидит в кабинете следователя на допросе. Полиция считает его участником банды Седокова и хочет задержать до выяснения. А Алена рассматривает комнату Ивана, разглядывает фотографии. В это время ей звонит Дмитрий, говорит, что прогнал Свету. Но Алена непреклонна, но Дмитрий сказал, что без нее ему нет смысла жить. И Алена пообещала, что встретится с ним. При встрече Дмитрий снова начал оправдываться, просит прощения. В этот момент к ним подходит Иван и кидает на столик ключи, которые Алена обронила в момент похищения бандитами. На вопрос Дмитрия, кто это? Алена сказала, что это тот, кто будет за меня говорить нет. Иван с Аленой идут по улице, поцеловались. На этой романтической ноте сериал Свет в твоем окне заканчивается. Дорогие подписчики, не забываем поставить лайк, оставить комментарий, и подписаться к каналу.